Привет, друзья и любители необычных и страшных игр, добро пожаловать в игру под названием «Закусочная Джо». Вроде как это инди-ужастик, давайте начинать, сыграем, посмотрим, что здесь у нас произойдёт. Значит, мы работаем в некой страшной кафешке, если можно так её назвать, потому что находится она на какой-то некой седьмой трассе, то есть обычная закусочная забегаловка, значит, где-то на старом шоссе 7, в богом забытом месте, на обломках старого кладбища коренных американцев, находится кафе «У Джо». Кажется, вы никогда не слышали об этом месте. А разве не вы замещали тут официанта, пока он был в отпуске? «Берись всё со столов и следи, чтобы все наблюдали тишину, бла-бла-бла, это выдержка из местных правил». Правда, управляющий забыл упомянуть кое-что ещё. Кладбище под кафе «У Джо» стало последним пристанищем двух великих вождей индейского племени. При жизни «Хмурое перо» и «Смеющийся птица» ненавидели друг друга и делали всё, чтобы превратить жизнь врага в ад. Даже после смерти «Смеющийся птица» не может упустить шанса досадить старому сопернику и использовать все доступные средства для этого. Каждую ночь он делает всё возможное, чтобы вывести «Хмурое перо» из себя, а это, поверьте, последнее, что вы бы хотели увидеть. И, кстати, увидите в жизни. Когда «Хмурое перо» в ярости, он выпускает пар на всех, кто находится рядом. Так, и получается, что вот такая предыстория, дорогие зрители. То есть будут призраки, будут пугалки и всё такое. Итак, это хорошо, реально. Это будет круто, чувствуется. Вот мы и в кафешке. Вам нужно убрать всё со столов в конце смены в 6 утра. Окей. Давай займёмся уборкой. Для этого уберите со столов объектки, выбросите их в мусорную казину. Ну да, вот объекты, как раз вот здесь куча объектов. Вот мы сейчас их будем и убирать, дорогие зрители. Так, хорошо. Используйте кнопки, бла-бла-бла, мышку, и чтобы осмотреться. Окей, спасибо, капитан Очевидность. Сейчас мы займёмся всяким разным тут делом. Так. Да, кафешка, конечно, ещё та захудалая. Это чувствуется так. А мы можем с собой взять несколько предметов? Так, погоди. Куда мне убирать? Так. Ага, стоп, подожди-ка. Чё за хрень? Эй, 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 стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Какого хрена кофеварка-то сама включилась? Так, погоди. Мы должны сейчас убрать... Блин, это... Это так стёкла странно здесь... Работают. Боже мой. Мы здесь должны, значит, убрать всякий разный хлам и ещё к тому же следить за звуками. То есть, я так понимаю, если мы... Так. Спокойно. Блин, отключи всё это. Главный герой. Получается, что если мы сейчас нарушим эту хреновую тишину, на нас набросится жуткий призрак. Возможно. Пока неизвестно. Так. Ты чё где так пиликает? Так. Этот старый звук... Знаешь, вот... Когда были ещё у компьютеров вот динамики, стояла вот такая саунд-база. Ты подносил телефон, и вот такой звук как раз происходил, очень непонятный. Так, подожди-ка. Блин, слишком шумно, соблюдайте тишину. Окей, здесь какой-то чокнутый... Погоди. Здесь какой-то чокнутый... Ааа, блин. Да, придётся следить в оба. Так. Что где пиликает? Так. Не пусть холодильник пиликает. А, стоп, телефон. Окей. Всё. Отлично. Так. Стоп, опять... Опять где? Блин, опять кофеварка включилась. Так, что нам ещё нужно здесь убрать? Так, вот вижу ещё... Одну ерунду. Так, давай-ка уберём. Ну так вот, и как раз у этих саундбаров старых, дорогие друзья, вот ты подносил колонкам телефон, и они вот так пиликали, блин, очень неприятным звуком таким. Так, хорошо. Так, хорошо. Но всё-таки я не понимаю, что будет, если мы превысим хренов звук? То есть, получается, что... Так. Вроде пока тишина. Получается, что здесь какой-то сумасшедший босс, что ли, заведует этой кафешкой, типа, соблюдайте тишину. Ну, стрёмные, конечно, правила здесь. Так, остался ещё один объект. Так, и где же он находится? Стоп. А, вот, наверное, вот это. Так, ну, в принципе... Блин, опять эта хрень включается. Так. Всё, следим в оба, дорогие зрители. Так, ну, здесь мы свою работу выполнили. Так, и что дальше? Отлично. Вы пережили ночную смену. Мы пережили ночную смену, дорогие зрители? Это только первая ночь. Вау. А я-то думал, игра будет не разделена по ночам. А, типа, будет какая-то одна ночь. Так, ну, значит, добро пожаловать во вторую ночь. Типа, прошли сутки. Мы снова работаем. Снова убираем всякий хлам. Так, все вещи лежат на месте. Так, вот вижу ещё... Здесь... Эти хреновые объект... А, объектки. Боже мой. Хочется сказать, объекты. Так. Кстати, а мы можем вообще выйти на улицу? Нет, на улицу мы выйти не можем. К сожалению, хотя... Так. Стоп. Стоп, где... Откуда? Так. Погоди, где это хр... Пищит. Так, 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 ищем объект. Блин, капец. Это какой-то симулятор раздражающих звуков, дорогие зрители. Так. Подожди, всё-таки это, наверное, где-то здесь. Так, открывай. А, вот! Чайник, боже мой. Так, хорошо. Продолжаем дальше убирать. Так, что у нас здесь? Вот ещё вижу. Ну, здесь какие-то готовые блюда прям стоят, дорогие друзья. Как будто, знаешь, вот человек заказал. Сказал, подождите, я сейчас скоро вернусь. И что он сейчас скоро придёт? Потому что это не похоже ни на какие... А, объектки. Боже мой, кто-то уже рыбку тут жарит. Вовсю. Так, стоп. Погоди, что ещё здесь? Вот, вижу ещё один стаканчик. С фруктовым льдом. Так. Так, всё вроде ничего не жужжит. Так, здесь краб лежит, боже мой. Так. Вот всё-таки... Я предполагал, дорогие зрители... Блин, опять чайник включается. Я всё-таки предполагал, дорогие друзья, что в скором времени мы должны будем выйти на улицу, скорее всего. Ну, потому что смотри, какая там продуманная локация. Как много всяких разных там деталей и так далее. Мы сидим просто здесь в кафешке пока что. Так. Осталось ещё два объекта. Стоп. Что я ещё не убрал? Так, тихо, спокойно. Чёрт, это прикол какой-то? Так, снова включился чайник, дорогие друзья. Бежим. Бежим на помощь, на кухню. Хотя мы здесь одни работаем. Так. Стри призраки просто пытаются нас вывести из себя. То чайник включится, то кофеварка, то ещё что-то. Здесь брякнет, извякнет. Так. Может... Всё-таки подожди, мы... Так. Что мы должны ещё? Ну, по идее... Мы должны что-то где-то убрать. Стоп. Какого хрена? Так. Выключись нафиг. А, вот, смотри, здесь ещё... Есть... Бутылка. Вина. Так, открывай. Так, выносим. Так, где-то сейчас... Стоп, подожди. Эти вещи как-то... Появляются потом? Или я их просто не замечаю? Стоп. Так, подожди. По звуку... Вот ещё одна вещь. Так. Вы не смогли убрать все столы в конце смены. Придётся начать смену с нач... Ты прикалываешься? Хе-хе-хе-хе. Так. Подожди, а в чём прикол? Эээ... Так. Я не совсем тебя понял. Так. Так, начиная смена 2. Подожди-ка. Я не совсем тебя понял, игра. То есть, как-то мы так проиграли. А что произошло? Так. Ну, хорошо. Давай-ка быстро сейчас действовать. Всё-таки будет интересно перейти на третью смену. Так. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Так. Вот здесь есть. Так. Пока что вроде... Смысл самый простой. Ну, всё-таки это, наверное, симулятор... Какой-то уборки, я не знаю, дорогие зрители. Симулятор... Эээ... Просто работы в кафешке в ночную смену. И не более того. Не, ну правда, история очень странно обстоит. Типа, два индейца и так далее. Блин, опять эта хрень начинается. Типа, два индейца. Призраки между собой. Чё-то как-то конфликтуют. И мы здесь просто... Обычный работник. Ходим и убираем какие-то вещи. Не, ну правда, странная игра. И тем более, представляешь, это игра в стиме. Это очень как-то даже непонятно и странно, неожиданно. Ну, в принципе, такой, знаешь, неплохой симулятор ходьбы здесь по кафешке. Так, всё, давай последний поднос. Так, и сейчас быстренько в третью смену перейдём. Так. Что ещё где здесь включилось? Боже мой. Так. Так, опять этот автомат со льдом включился. Всё. Ну, всё, я вроде пережил ночную смену. Так, включим музыку. У-у-у-у-у. Хорошо. Хотя... Нам, типа, нужно соблюдать тишину. Ну, блин, я всё-таки хочу выйти наружу. Да, место, конечно, ещё то. Типа, мотель. Стоп. Блин. Опять включился чайник. Да что ж такое? Какие-то самые доставучие призраки. Хотя, знаешь, вроде это как страшная игра. Заявлялось, что это будет страшная игра, блин. А оказывается, это какой-то симулятор, блин, доставучих звуков и кафетерия. Так, погоди. Так, погоди. Может, что-то здесь есть? Так, пока непонятно. Так, закрывай. Тихо. Чё такое? Так. Не, прикол, ты такой работаешь ночную смену, а тебя призраки всё время беспокоят. То это включат, то всё включат. Хотя, может, это не призраки, может, это просто уже сама кафе этого грязного джо разваливается и... Просто уже надо менять место работы. Боже мой. Кстати, неплохие, смотри, тортики. Здесь эти... Как они там? Мафиты или... Чёрт, опять включилось? Ты гонишь. Так. Что нам делать? Чем заняться? Так, может, телеку включим? Телек вряд ли работает. Ну, тут прям вообще дедово плазма. Так. Смотри, там что-то в отеле. Или там что-то есть за окном. Как? Санцелл мотель. Блин, я не понимаю. Давай-ка всё-таки телек включим. Ай, нет. Отлично, вы пережили ночную смену. А, всё-таки у нас здесь есть, дорогие друзья, некое время на то, чтобы... Переждать ночную смену и так далее. Так, ну необычно. Поехали дальше. Так, сразу действуем быстренько. Ага. Так. Подожди, я так и должен бегать? Не, ну это слишком скучно. Стоп, всё, я включаю музыку. Всё, пошли все нафиг. Так, так. Я включаю звуки музыки. Начинаю шуметь по полной программе. Ты мне надоел. Так, слишком шумно. Соблюдайте тишину. А что будет, если я не буду соблюдать тишину? Так. Так. Офигеть. Game over. Ну не знаю, дорогие зрители. Не, я типа думал, что игра будет получше. Не, задумка в принципе-то интересная, очень даже необычная. В каком-то смысле мне даже понравилась эта атмосфера в игре. И, типа, сам сюжет довольно-таки необычный, что ли, для такой инди-игры. Как-то так, дорогие зрители. Всем спасибо за просмотр. Вот такая у нас сегодня была игра. Кафешка Джо. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok